Термо-ядерный приветик, с вами Playboy Атомный, и это сухрёбанная очередная арена в игрушке Epistory. Я злой сейчас, блин, но вот так вот, это то, что на самом деле я думаю. Понимаете, я же ж видел видео, и как эти русские войска, которые их там нету, потерялся они. Эта сволочь потерялась, да, потерялась в Украине. Учения были где-то в Ростове, и тут оно потерялось. Угу. Их там нету, конечно. Конечно, все русские знают, что в Украине были русские войска, русский спецназ, и пиздят, что типа ничего такого не было. А украинцы пиздят, что они не продались американцам на Западе. Вот и всё. И одни пиздят, и другие пиздят. И одни подонки, и другие подонки. И все рассказывают о мире, о любви, как на самом деле они все друг друга любят. Вот просто народы, друзья. Да, нету народов, больше ненавидящих друг друга, чем украинцы и русские. Только те, кто ещё сохранил что-то от Советского Союза, от дружбы народов, вот, то, что было хорошее в Советском Союзе, когда действительно люди дружили. Вот у меня, допустим, есть знакомые армяне, с которыми я общаюсь, знакомый грузин, замечательный мастер, с которым общаюсь. И нормально, я общаюсь с белорусами, с русскими тоже, с американцами, у меня есть подруга-коммунист, американка. Вот это называется дружба. Но ведь это же исключение. Большинство, блин, рассказывают о том, как они дружат, как они всё это, а потом друг другу подлянки делают. Вот как мне. Мы тебя, ты нам нужен очень сильно, но извини, ты будешь без работы, ты будешь нихера не мочь делать. Вот так вот, мы тебя любим. Но мы тебя любим. Село. Омут. Едок. А, дата. Сожгла. Потому что любим, поэтому у тебя ничего в жизни нет, и ничего не получится. И Донбасс все очень любят, поэтому, собственно, знаете, я же видел видео, как из самолета этот, получается, отбомбился по, как оно, по Луганской обл. администрации. И, а потом сказали, что, а по новостям украинским рассказали, что это сами террористы свою же гранату подорвали. Я видел эти видео, я видел, что от снаряда отстрелялся, в земле прямо, вот как авиационные снаряды. И я видел, как умирала женщина. Ей перебили ноги, и она истекла кровью. И умерла. А потом эти украинцы рассказывают о том, что ничего не было, всё замечательно. Мы все очень человеколюбивы. После трёх котлов. Вот после трёх котлов вдруг стали любимы. А как не было трёх котлов, так и давай давить Донбасс. Людей, которых я знал. Я ведь до гражданской войны на территории СНГ. Потому что, знаете, я на самом деле воспринимаю, что то, что происходит в Грузии, то, что происходит в Украине, это всё гражданская война в рамках СНГ, в рамках Советского Союза. Которую с одной стороны начинает Россия, а с другой местные националисты какой-то там республики. Бывшей советской. Вот. И каждый из них рассказывает, что виноват кто-то другой. Хотя виноваты обе стороны. И не могу свалить отсюда. Я не хочу быть в Украине. Я не хочу наводить здесь порядка. Здесь никому не нужен этот порядок. Здесь не нужна никому борьба с коррупцией. Помните, все рассказывают о том, как плохо коррупция, как плоха коррупция. И знаешь, слушаешь их и думаешь, действительно же вот люди ненавидят коррупцию. А на самом деле обожают эту коррупцию. Как алкоголизм обожают. Как обожают пьянки. Как обожают, блин, залёты. Как обожают насилие. Как ненавидят, собственно, русских. Как ненавидят донбассовцев. Как, собственно, Донбасс ненавидит западную Украину. Вот точно так же и все ненавидят коррупцию. Обожают эту коррупцию. Готовы умирать за эту коррупцию. И, собственно, умирают за эту коррупцию. Сколько вот это рассказывали. Да мы развернём танки. Да поедем на Верховную Раду. Порядок наведём. Ну и кто развернул? А вот за коррупционеров умирали. За коррупционеров умирали. Потому что на самом деле ценность коррупционеры. И большинство граждан СНГ, как России, так и умраины, сдохнут ради коррупционеров. Потому что коррупционеры это самые любимые и самые обожаемые люди большинства. Никто не плюнет в лицо коррупционеру. Никто не побьёт коррупционера. А потом скажут, а мы не видели, а он поскользнулся сам, этот коррупционер. Знаете? Нет, так никто себя не ведёт. Едет, блин, долбанный бизнесмен по пешеходной дорожке. По тротуару. На скорости по 30 километров в час, блин. И всем плевать. Всем плевать на то, что он там едет. Я его побил, блин. Все стоят и дальше смотрят. Всем плевать просто-напросто. Что чувак едет на джипе прямо, блин, по пешеходному... По тротуару. Абсолютно плевать. Дети там какие-то. Да переедет этих детей и нахер, блин. Кого это волнует? Задолбали эти дети, в принципе, да, большинство. Не, они, конечно, все врут. Как же ж, ну как же ж все ценят детей? И потом дают детям играть на мусорке. Потому что вокруг один сплошной мусор. Вокруг один сплошной мусор. И ты не отличишь обычный двор от мусорки в СНГ. И всем нормально. А почему бы нет? Кого это волнует, знаете? Вот меня это волнует, блин. Меня это волнует. И за это меня ненавидят. Врут в лицо, что типа я очень нужен. Но на самом деле ненавидят. Я даже ходил в парке и изгонял людей с клумбы. Там цветы посадили красивые эти самые. Агрономы парков, которым еще и нормально не платят заработную плату. С задержками меньше, чем нужно. Вот и все это. Но посадили очень красивые цветы. Очень красиво. Так что ж, женщины. Вот эти красивые, прекрасные женщины. Давай своими копытами топтать эти самые грядки. Давай топтать грядки. Я им говорю, уйдите. Уйдите, так они еще и принципиально становятся на эти грядки. И не уйду. Я говорю, понятно, что ты показала, какая ты хамка и какая ты безграмотная. Понятно, как ты показала. Так еще находятся, блядь, мужики, которые подходят и говорят, что ты прицепился к женщине? Это достойная, замечательная женщина. Вытаптывает эти грядки вот и все это. Вытаптывает газоны. Это нормально. И их, блин, сотни за пять минут. Сотни. Стоят и вытаптывают. А потом мне говорят, как я сильно нужен. Да ненавидят меня за вот такие вещи, меня и ненавидят люди. Потому что если бы была возможность, вот когда студенты вместе со мной сдавали. Я же знал, что большинство студентов сдало взятки, когда сдавало эту самую философию. Собирали на это все. Я не давал, я сдавал своим умом. И в норме надо было их заложить. Только я прекрасно знал, что хер это все, блин, плевать. Что всем преподаватели об этом прекрасно знают и сделают вид, что ничего не видно, блин. Вообще таких расстреливать надо, блин. Этих ебаных коррупционеров. Ну, а тут вся страна такая, поэтому всех не расстреляешь. Я согласен уехать отсюда. Вот уехать и больше никому не мешать. Занимайтесь своей коррупцией как угодно. Я хочу уехать из этой страны в Беларусь. И у меня ничего не получается, потому что белорусы, блин, со своим национализмом не возьмут меня. Не берут меня. И я вынужден торчать среди тех людей, которых я ненавижу. Всей своей душой. Единственные, к кому я хорошо отношусь, это дети. Потому что дети еще не совершили тех преступлений. Потому что, знаете, я наблюдал, балуются дети, играют там, шутки, бегают, что-то прыгают. Но на клумбы никто из них не заходит. Никто на клумбы не заходит. Они там что-то нарушают, что-то там по это... Друг друга покривлялись. Но никто на клумбу из них не заходил. А взрослые, которые должны давать пример, лезут на эту ебаную клумбу. Лезут. И не могут остановиться. Развлекайся. Отлично себя чувствовать в этой стране, блин. Мефес. И никак не свалить прочь. Никак. Это, знаете, как домашний арест. Как будто меня поселили в колонии. Вот есть колонии, там для воров каких-то, для преступников, которые не совершили тяжких преступлений. А совершили такие более легкие преступления. Ну, типа воровства, типа каких-то там этих обманов, разводов. Что-то вот в таком духе. И они живут в колониях. Что это значит? То есть у них ограничена территория. Они должны там работать, выполнять какие-то работы. Да даже в колонии, скорее всего, чище, чем здесь. И у меня ощущение, что я вот живу вот в такой колонии гребаной. У меня нету свободы. Свободы-то взять и выехать отсюда. Нет, я должен делать так, как остальные. Я должен молчать. Я должен рассказывать, как замечательна демократия. Как прекрасна Украина. Как я ее люблю. Как я люблю Россию. Ненавижу я эти страны. Вот знаете, отдельные люди в Украине и России могут быть нормальными. Но в целом народ нет. В целом народы этих двух стран хреновые. Точно так же, как и американцы и европейцы. Есть нормальные народы. Вот допустим, канадцы. Почему они нормальные? Да потому что они не воюют везде. И они вполне миром добились достаточно хорошего успеха. Австралийцы. Вот вроде выходцы этих... Как их? Преступников. Бандитов. А насколько там лучше законы? Насколько там человечные люди? Они не участвуют в никаких войнах. Активно. Не воюют там. Убивая в Ираке людей. Нормально себе. В Сингапуре тоже нигде не воюют. И все это. И живут себе хорошо. Нет, а вот русские ублюдки, американцы ублюдки, европейцы, вот влезть и нужно весь мир кроить, как им хочется. И эти украинцы то же самое продались, блин, Европе и США. Продались. Это понятно. И русские вошли на территорию Украины. Ну, если мы по-честному говорим. Если мы не будем вот эти все игры, обманы, рассказы, какие мы хорошие, а кто-то другой плохой, давайте скажем. Каких гребаных, блин, еще от овцев, как уважать. Они спасали меня. Да не надо было с факелами идти. Не надо было этой дебильной революции устраивать. И никого спасать не надо было бы. Мне бы уехать. Вот уехать из этой страны. Я не хочу чуть-ничего добиваться. Не хочу никаких этих... Я вообще не хочу никакого будущего здесь строить, в этой стране. Я хочу уехать себе спокойно в Беларусь, в Минск. Где? Потому что Александр Григорьевич Лукашенко действительно поступил правильно. Он пытался примирить людей. И всех беларусов, которые участвовали на любой стороне в гражданской войне на Донбассе, садят в Беларуси. И это правильно. Так и надо делать. Потому что обе стороны виноваты. Ведь донбассовцы-то хотели так же, как Крым присоединиться к России и получить себе кучу ништяков. Но у них не получилось. Их не приняли. Потому что России нужна нестабильность в Украине и гражданская война, чтобы не смогли ее принять в НАТО. Которые, конечно же, не расширяются. И никакого плохого, ничего плохого для России европейцы и американцы не хотят. Они чисто помочь, вот так, по-дружески. Ага. Помочь. И украинцы не продались Европе и США. Не-не-не-не-не-не. Что вы? Это ж чистая любовь у них такая, понимаете? Чисто сердечное вот желание. Сердце. Зов сердца. Не кошелька. Что вы? Зов сердца. чтобы Европа содержала Украину и США тоже. Ну, такая дебильная мечта наивная у украинцев. Типа, они думают, что американцы и европейцы просто так деньги дают. Ага. И причем, давая деньги, украинская экономика все хуже и хуже становится. Да? Как интересно. А денег-то дают еще больше и больше европейцы и американцы. Они помогают как-то. Интересно, почему? Потому что европейцам и американцам плевать на Украину. Им главное справиться с Россией. А Украина просто как разменная монета и инструмент. Использовать, разрушить. Что тут будет? Гражданская война, потоп, хоть всемирный, хоть геноцид. Я близок к победе. Ухаб, давай. Блин, ну так близок был к победе, да? И не победил. Рассказывают все про то, какая здесь демократия. Ага, нету здесь никакой демократии. Нету никакой демократии. Потому что любая точка зрения, которая не согласна с приемлемыми, подавляется силой оружия. Вот так вот. И все? И все? Вот, допустим, если бы была демократия, то Украина дала бы, провела бы референдумы на территориях всех областей, которые хотят, например, чего-то другого. И если они бы проголосовали за отсоединение от Украины, то позволить это отсоединение произойти. Потому что так работает демократия. Но в реальности вы что? Нет, никакого референдума, никому отсоединяться нельзя. В Европе, например, да, проходит референдум, и большинство людей хочет отсоединиться, создать свою отдельную страну, как Каталонию. И где эта демократия? А в жопе она? А в жопе? Вот люди проголосовали на референдуме за Brexit, выход в Великобритании из состава Европейского Союза. где дебильные решения? Не спорю, дебильные решения, но такова воля народа. Так проголосовали. Исполняйте. Нет, всеми правдами, неправдами отбрехиваются и делают вид, что типа да, 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 нам надо еще подождать. Еще чуть-чуть подождем. Вот еще чуть-чуть. И уже пять лет так они ждут. А потом пройдет десять лет и они будут ждать еще. Потому что, понимаете, ну вот так вот, это ж какая важная вещь отсоединиться. Тоже не просто так. Вот Советский Союз просто так распас. Это можно. Почему нет? Вот просто так взяли и распалилилили. А тут нельзя. Понимаете? Тут нужны года, тут нужно время, мы не можем договориться, бла-бла-бла. Тополя, конечно. Вот вам и вся демократия. В Украине точно такая же демократия, как и в Европе. Я скажу, наверное, в Северной Корее больше демократии и свободы, чем в Европе. Потому что я попробую в Европе делать что-то не так, как... Ну, в Европе побольше там свободы. С этим попроще. Там, допустим, к натуристам нормально относятся, да. Да, даже к тем геям, хотя геи это все-таки болезнь. Ну, я не имею против, чтобы они там себе делали, что они хотят, но они должны стоять на учете и лечиться. Ну, такая у них травма. Не надо их бить, не надо над ними издеваться, ну и пропагандировать это тоже не имеет смысла. А в Европе это разрешено пропагандировать, это ошибка. Но зато разрешен туризм это хорошо. А тут же меня же, например, не брали на работу из-за того, что я на турист. Ну, все, типа ты голяках на пляже загораешь. Все, работы тебе не видать. Потому что нельзя загорать голым на пляже. Вот нельзя загорать и все. Вернее, можно, но нужно врать. Нужно врать, что ты не загораешь. Нужно притворяться, что ты не такой, что ты такой же, как все. Вот говорили про Советский Союз, там уравниловка, там все должны быть одинаковыми. Вы знаете, в Украине на самом деле все должны быть одинаковыми. Если ты руководитель, ты должен быть взяточником, как все. Если ты обычный подчиненный, то ты должен отсасывать, делать вид, что руководители пиздец какие умные, притворяться, что ты что-то там делаешь, работаешь, вот все это, а на самом деле нифига не делай, да? Вот так вот. Вот так оно все устроено. И притворяться, что ты любишь, что ты ценишь семейные ценности. Вот у меня отец садист, да, был. Отец садист, все об этом знали, он меня избивал, избивал на ровном месте. Ладно, там бы, знаете, я провинился какой-то, а я, допустим, по биологии был отличником, но ему взбрело в голову идея, что, а давай-ка я должен рассказывать параграфы по биологии как стихи, слово в слово, без единой ошибки. Ну, как, три ошибки, три ошибки, все, и попробуй выучить гребаный параграф по физике, наизусть. И все это превратилось в избиение через каждые 40 минут. 40 минут, 200, 300 ударов ремнем, 500, 600 ударов ремнем. И главное, если кому-то дали 100 ударов ремнем, то там даже был на психологии, парень говорил, вот, его били 100 ударов ремнем, все его жалели, какой он бедный, какой он несчастный, вот, что этот, а мне тысяча, у меня рекорд 1000 ударов ремнем, но я же сволочь, я же подонок, поэтому, соответственно, подумаешь, 1000 ударов ремнем, ну, шо это такое, это херня, и все преподаватели знали, что меня избивают, и никто ничего не делал, отлично они знали, они прекрасно понимали, что меня избивают, и все сошло с рук, вот так вот, потому что лучше быть с тем, кто меня избивает, с тем, кто огражал меня убить, да, вот с таким человеком лучше быть, семья это ад, семья это самое худшее, что может жизнь быть, вот я, например, брата любил своего, я ему спас жизнь, а потом в качестве благодарности он пошел на меня с ножом, лучше бы я, лучше бы он умер, лучше бы он умер, лучше бы он покончил с собой, зря, я его спасал, о, я по-моему победил, да, победа, наконец-то прошел, хух, хух, лучше бы, без семьи, лучше бы я был бы, блин, сиротой, я бы был бы в 10 раз счастливей, я бы, может, не был бы таким умным, но у меня бы была бы работа, я бы был бы, наверное, таким же вором, как и все, но знаете, шла бы жизнь, шла бы жизнь, а так у меня несколько высших образований, я все их получил со своим знанием, и я, блин, безработный, с кучей уродов, блин, которые рассказывают, как все они сильно любят кого, о, прям красивая пустыня, свалить бы в Беларусь, да не могу, мэйби, она сказала в шимырный воздух, мы все просто мировые, но в гостях в дезерте не ответил, с вами был плейбой атомный, только революция, только победа.